К прямому эфиру Freedom присоединяется член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Фёдор Венеславский. Фёдор Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую вас. Ну вот, широкомасштабное наступление России остановлено. Об этом заявил накануне заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов. Неделю назад, мы понимаем и знаем, что вооруженные силы Украины начали контрнаступление в Харьковской области. И уже, насколько известно, имеем успехи, выход к границам с Россией. Объясните, вот такое теснение российской армии в Харьковской области, как повлияет на ситуацию на Донбассе? На данный момент мы понимаем, что необходимо освобождать именно те районы Харьковской области, которые угрожают Харькову обстрелами. И именно на этом сосредоточены усилия нашего командования для того, чтобы сделать невозможным использовать ракетные артиллерийские системы залпового огня, свольную артиллерию для того, чтобы было поле достигаемости в жилые секторы города Харькова. Поэтому именно с этой целью враг оттесняется. Но Волчанск, Купенск, соответственно, Изюм, та сторона, восточная, она еще остается под контролем российской оккупационной армии, российских оккупационных сил. И после того, как мы сможем полностью освободить районы, прилегающие к Харькову со стороны Белгорода, можно будет, я думаю, уже думать и о том, чтобы те вооруженные силы Российской Федерации, которые пытаются или готовятся на данный момент, происходит определенная перегруппировка в районе Изюма. И они готовятся к наступлению на Славянск и на Барвенково с этой стороны, с этой стороны Слабожанщины, для того, чтобы попытаться взять в кольцо нашу группировку объединенных сил. Поэтому, конечно же, если будут достигнуты дальнейшие успехи на Харьковском направлении, непосредственно в близости к Харькову, у вооруженных сил Украины появится возможность заходить уже туда, в сторону Изюма, и оттеснять врага. И, конечно, это существенно осложнит движение, наступление российских оккупационных войск именно на объединение нашей группировки объединенных сил. Поэтому, конечно, это в комплексе нужно рассматривать, это может усложнить и сорвать более глобальные планы врага. Федор Владимирович, а Изюм по-прежнему остается логистическим центром оккупантов? – Именно в Изюме сосредоточены полевые командные пункты. Возле Изюма, скажем так, сосредоточены полевые командные пункты, по которым наши вооруженные силы наносили удары. Но в районе Изюма происходит именно подготовка, перегруппировка и пополнение тех потерь, которые понесли в сражениях с нашими вооруженными силами оккупанты, для того, чтобы попытаться штурмовать, наступать в район Славянска и в район Барвенково, такими двумя направлениями попытаться окружить наши вооруженные силы в районе операции объединенных сил. Но сейчас мы видим, что это то, чего они пытались достигнуть еще несколько недель назад, в начале своего наступления, широкомасштабного на Востоке. Они стратегических достижений не имеют. Тактически наши вооруженные силы оставили опасную, которая практически полностью уничтожена, отошли на заранее подготовленные рубежи обороны. Та же ситуация на направлении рубежной наблюдается. Враг пытается форсировать реку Северский Донецк. Поддонные переправы наши вооруженные силы разрушают. На одной в районе города Северск, по направлению города Северск, им удалось плацдарм закрепиться, но наши вооруженные силы там тоже пытаются оттуда выбивать. Федор Владимирович, а чего нам ждать на юге? И в частности, есть ли какая-то угроза со стороны Крыма? Ведь известно, что Россия стягивает туда вооружение, не оставляет планов захватить Херсонскую область. Что вообще там в Крыму? Есть какие-то разведданные? Чего следует ожидать оттуда? Ну, вы правильно сказали, на севере Крыма сосредоточены резервы батальонно-тактические группы, артиллерия туда подтянута, и они пытаются использовать эти резервы для возможного расширения наступления на южном направлении. Это направление на Николаев, на Кривой Рог частично, можно сказать, и взятие под контроль Херсонской области, потому что они контролируют ее где-то процентом на 80. То, что удалось им сделать в первые дни войны, больше они особо не продвинулись, и даже наши вооруженные силы при удобном моменте контратакуют, освобождают также наши территории. Поэтому ожидать наращивания, скажем так, активности на южном направлении также стоит. Это то, чего прогнозируется. На данный момент они практически по всех направлениях ведут артиллерийский огонь с целью поражения наших вооруженных сил, нашей живой силы, техники. Но успехов у них нету, и наши вооруженные силы отбили все атаки. Там, где позволяет обстановка и минимальные потери, контратакуем, достигаем успехов. Поэтому, знаете, идет такая, на данный момент, позиционная борьба, позиционная война, война артиллерии, где они стреляют по нашим сосредоточениям техники и живой силы. Мы их уничтожаем тоже так же артиллерией и реактивными системами залпового огня. Продвижений очевидных для врага нету, успехов нету. И поэтому, знаете, можно сказать, что тот план, который был нарисован там три недели назад, как вторая фаза, месяц назад уже практически вторая фаза операции, он провалился. Они тех целей, которые ставили перед собой, не достигли. Ну, вот как раз о планах. Известно, что нашли наши разведчики на Сумщине важные документы российских военных. И там как раз четко было сказано, что Россия готовилась захватить всю территорию Украины. То есть планы были грандиозные. Ну, вот это, знаете, главная цель была Киев. Дальше, конечно, если бы удалась эта цель, они бы пытались реализовать право максимума. Федор Владимирович, но тем не менее, вот вчера Генштаб ВСУ заявил о том, что Россия не оставила планов захватить Киев и создать новое государственное образование и включить его в состав Российской Федерации. Все же хочется понять, хватит ли сил и мощи у российской армии для этих планов? И стоит ли ожидать опасности со стороны Приднестровья и Беларуси, в которой сейчас проходят масштабные учения? Сил у врага для того, чтобы на данный момент то, что он имеет в наличии, даже при условии проведения частичной либо полной мобилизации, сил и средств, я уверен, для того, чтобы захватить Украину, у врага точно нету и не будет. Учитывая то, что даже при том перевесе в технике, которую они создали в первые дни войны, они не достигли своих целей, поэтому в дальнейшем это исключать нельзя. Генеральный штаб должен учитывать любые угрозы, хотя они минимальные, они их озвучивают, что угроза возобновления наступления на Киев со стороны Черниговской области, со стороны Житомирской области, Киевской области остается. Но я думаю, что эта угроза на данный момент является не очень большой. Также точно, я думаю, что минимальные угрозы со стороны Республики Беларусь, Республика Беларусь, военно-политическое руководство, оно демонстрирует, скажем так, умение показать Путину, что вроде бы что-то делается для того, чтобы наши вооруженные силы, которые защищают западные рубежи Украины, гранищи с Республикой Беларусь, были скованы, но тем не менее идти на сухопутную операцию, на наступление на сухопутных границах, я думаю, у Лукашенко точно хватит хитрости на эту провокацию не поддаваться. А что касается Приднестровья, это действительно одно из таких горячих скандарт-направлений, там постоянно провокации вооруженные силы Российской Федерации и приднестровские вооруженные силы пребывают в состоянии боевой готовности полная, то есть они могут быть использованы российскими оккупационными властями для того, чтобы открыть еще одно направление, но бояться этого, я думаю, тоже не стоит, исходя из количества и качества этих вооруженных сил. Федор Владимирович, и еще хочется узнать, вот президент Финляндии и премьер-министр страны выступили за незамедлительное членство страны в НАТО, об этом говорится в их совместном заявлении. Как считаете, какой будет реакция Кремля? Я думаю, что реакция Кремля в данном случае будет проглотят такое действие, и на этом все остановится. Они сами создали условия, при которых Финляндия, Швеция, которые раньше, скажем так, были достаточно далеки от реализации планов вступления в НАТО, они поняли, что глобальная система мировой безопасности, она разрушена Российской Федерацией, и единственным вариантом обеспечить свои национальные интересы, территориальную целостность, суверенитет является членство в НАТО, поэтому они очень сильно интенсивно начинают двигаться в этом направлении. Я уверен, что у них все получится, Российская Федерация, я расцениваю как практически нереальное наступление на Финляндию, либо на Швецию со стороны России. Спасибо вам большое. С нами на связи был член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны и разведки Украины Федор Вениславский.